Инцидент произошел ночью 8 января. Тогда, по версии следствия, Александр Григорьев проник в здание советской администрации и с помощью зажигалки поджог находящейся в нем имущества и скрылся с места преступления. За 40 минут огонь уничтожил не только оргтехнику и мебель, но и важную документацию. Незадолго до задержания человек под псевдонимом Герман Фаудер разослал в сети сообщение о том, что ответственность за поджог берет на себя некая организация «Уральский легион». Если в течение недели мы не услышим о прямых выборах мэра, начнет гореть все. Как это просто, уже поняли. Ультиматум к Бергу. Блогер был задержан сотрудниками правоохранительных органов уже на следующий день. В ходе следствия нигде не работающий Григорьев полностью признал свою вину, объяснив поступок личной неприязнью к местной власти. Признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации, с применением части 1 ст. 62 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в колонии поселения. Кроме того, суд потребовал от обвиняемого возместить пострадавшим материальный ущерб в размере 3 миллионов рублей. С этой суммой подсудимый не согласился. Поэтому окончательная точка в деле пока не поставлена. Как известно, полгода Александр Григорьев уже провел в СИЗО. В колонию поселения его переведут со дня вступления приговора в законную силу.